Строительство крематория в Куйбышевском районе – один из главных вопросов, который волнует жителей Рубежного. Люди в своем решении категоричные, выступают против строительства. Мы подозреваем, что собственник не отказался от идеи строительства на этой территории крематория. И жители переживают, что это случится в уведомительном порядке. То, что на данной территории крематория не будет, решение принято окончательно. Новую площадку под строительство крематория в Самарской области ищут в Красноярском и Кенельском районах. То, что такой объект региону необходим, становится все очевиднее, поскольку свободная земля под захоронение в Самаре постепенно заканчивается. Недовольны растущими кладбищами и жители Рубежного, о чем рассказали на встрече с главой Самары. Люди говорят, погосты растут с каждым годом, появляются и незаконные захоронения. Жители требуют, чтобы городские власти установили четкую санитарную зону и нашли другие места для могил. В городском округе в 2019 году будут проведены работы по оформлению санитарно-защитных зон Кладбищ, Спасская, Центральная и Вознесенская. Торги на право заключения муниципального контракта запланированы на июль 2019 года. Седьмое число. При этом, что для нас, в принципе, площадь кладбища увеличиваться не будет. Еще один наболевший вопрос – качество воды в поселке. Людям рассказали, что работа уже ведется. На одной из скважин меняют оборудование. Она уже построена сейчас. Сейчас уже есть закуплено оборудование, очистные сооружения. То есть в этом году будет чистая вода. Жители обратились и с другими вопросами, в решении которых требуется участие властей. Освещение, вывоз мусора, газификация отдельных участков поселения, строительство дорог и тротуаров. Рассказали и о нехватке спортивных площадок и клуба для молодежи. В ближайшее время, до середины июля, тротуар вдоль школы будет построен. Кроме того, вот этот замечательный проект содействия, где почти на 6 миллионов будет построена детская спортивная площадка. Она тоже здесь востребована. Давно ее действительно просили. Мне кажется, самым важным это то, что люди видят, что они не брошены, что с ними разговаривает власть, что власть готова к любому открытому и прямому диалогу. И нет ни одного острого вопроса, ни одной острой проблемы, от которой мы бы сегодня уходили. Встреча продолжалась три часа. После ее окончания, по просьбам жителей, глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн проехали по поселку и посмотрели, в каком состоянии находятся местные дороги. Принято решение. Город возьмет на баланс одну из дорог. В этом году в качестве экстренной меры дорогу отсыпят крошкой.